Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Нейровидимы. Мы сегодня будем говорить про любовь, и сейчас кто-то задаст мне вопрос, а что опять про мужиков? Слушайте, ну давайте так, можно будет посмотреть отношения, можно будет посмотреть, порефлексировать на любовь к себе, то есть я так подумала, могу ли я выстроить расклад так, что вроде говорю вам про мужичка вашего ненаглядного или наглядного, да, или про женщинку вашу прекрасную, вот, а можно же ещё порефлексировать на тему любви к себе. Давайте так, и поступим. Будет ли длительная болталка? Нет, я только хочу сказать, что получается делать очень крутой марафон по прокачке женской самооценки, и welcome, вы можете присоединиться. Единственное, что, конечно, вам немножко придётся всё это наверстывать, упущенное, вот, потому что уже шестая неделя. Ну, в принципе, если вы сейчас присоединяетесь, все задания там есть, вы можете в своём темпе это всё делать, и у вас есть магический чат, в котором вы выкладываете отчёты по каждой неделе, то есть там лекционная часть и упражнения. Ну, ничего сложного нет, то есть вы в начале каждой недели прослушиваете, на что мы фокусируемся, вот, выполняете упражнения, и потом получаете обратную связь. И там не только про психологию, потому что, как бы я ни пыталась ограничить себя рамками психологии, у меня давно это не получается, и относительно моей жизни, в частности, тоже, вот, поэтому там про энергии, про управление энергиями, про взаимодействие, соответственно, да, как приручить дракона вашего, надо ли его приручать, и вот всякое такое. Что будет в результате прокачки вашей, да, как-то вам станет легче жить, вы будете жить в состоянии лёгкого пофигизма, а из этого состояния можно творить вообще всё, что угодно в своей жизни. Так. Ну, ладно, поговорили, да, на эти темы. Проживание арканов, между тем, остаётся одной из самых крутых штук, которые я видела вообще в инфополе эзотерическом, потому что не только знакомит вас с энергиями Таро, но ещё и учит, как это всё применять в реальной жизни. Может быть, вы потом выберете для себя профессию Таролога, потому что, мне кажется, я влюбляю в Таро, да, согласна с этим? Так хочется сказать мне, да, что если вы согласны, что я влюбила вас в систему Таро, поставьте, пожалуйста, плюсик, там, или лайк, или комментарий, потому что мне прям это важно. Да, я знаю, что я читаю несколько нестандартно, потому что я отхожу от русской школы, и, собственно, вот засилие, наверное, какой-то религиозной составляющей, потому что взять колоду Вейта, если, да, там же очень много религиозной составляющей, я тут немножечко как-то хочу сделать, наверное, темы бытовыми, да, не только сакральными, хотя про сакральность. Это у нас старшие арканы, и про бытовую реализацию, ну, словно младшие, поэтому многим младшим не уделяют внимания при проживании, типа, зачем проживать младше, если ты уже, типа, прожил старше. То есть, вроде как мы прочувствовали вот это вот всё, двадцать, двадцать, двадцать одну энергию, да, вот, и как-то и молодцы, и всё, и хватит. А там как бы смысл в том, что энергии младших арканов, они ещё, наверное, и сильнее, и мощнее даже, вот, и там ещё есть у тебя прекрасная возможность, что ты можешь, как пазлы, оперируя вот этими энергиями, выстраивать своё настоящее. Очень крутая тема, в общем, да, может быть, конечно, читерство, вот. Ну, ладно, окей, читерство так читерство, я всё-таки за лёгкие пути, не знаю, каковы, я прям дико настрадалась, как бы, в этой жизни, вот, и помещали мне эту парадигму, значит, не выстрадаешь любви её не будет, не выстрадаешь, как это, не выстрадаешь, видите, я даже не могу говорить с вами, в лексиконе у меня их нет, у меня на уровне вишутхи, они просто блокируются и выкидываются. Ну, короче, да, не выстрадаешь, короче, не получишь нормальной зарплаты, и, собственно, а что ты уходишь там с места работы там каждый год, а это что-то с тобой не так, да, что ты не можешь с людьми там уживаться, а там просто было такое, что я была дурная, короче, наивная, меня просто всячески юзали, поэтому как-то я прям настрадалась, но от мужчин тоже, в частности, но как-то я не озлобилась, я просто понимала, что я больше страдать не хочу, я не хочу кормить свою драму, и поэтому... Есть определённые, там, философские школы, и магические, и религиозные, они действительно про то, что страдания души очищают, а я немножко пошла другим путём, поэтому говорю, что моё видение, оно несколько отличается. Вот, про эти все высокий уровень сознания, да, если ты там будешь, ты, значит, поймёшь там смысл души, и там вот это всё. Как-то у меня, знаете, сильно проще, я не хочу вот эти все извилистые, я хочу прямые, понятные, лёгкие, да, хочу чувствовать, что я любимое дитя Бога, Вселенная, вот, если вы со мной, то очень прикольно, потому ушки прилетают, ладно, отвлекаюсь на это всё, поэтому хотите понять лёгкий путь к Таро, но это не про то, что вам говорят о том, что нужно заучить просто сформирование, там, триплетов, например, или просто значение карт, знаете, как вот сейчас пугают, да, в многих рекламных роликах, там, тебе кажется, что выучить, значит, значение карты, там, 78, никогда невозможно, я там, значит, знаю лёгкий способ ещё, кто что-то такое. Сказать, что Таро лёгкая история, нет, ну, астрология вообще не лёгкая история, туда не суючая, там, human design вообще не лёгкая история, ничего не лёгкая история, понимаете. Лёгкость приходит тогда, когда ты уже мастер, да, когда ты реально мастер, вот, поэтому, да, до мастерства, конечно, до восьмёрки пентаклей, условно, нужно дорасти, и там не всегда всё легко, поэтому, как бы, даже сама по себе система, там есть арканы открытые-закрытые, есть там, где у вас будет много энергии, где поменьше, где вы вообще там провалитесь в состоянии рефлексии, и там, да, или там испытаете разные эмоции, действительно, от эйфории подъёма и ощущения, что я всё могу, да, да, ощущение, что я какая-то ничтожная песчинка в этом мире, ничего не получается, и какие все крутые, а я нет, то есть это нужно всё пройти, нужно всё пройти, и ты тогда просто, наверное, становишься каким-то личным совершенством для себя, да, потому что ты сам можешь огранить свой алмаз так, чтобы он стал сиять и, соответственно, наполнился ценностью, да, истинного бриллианта, вот, и вы больше этот бриллиант свой не даёте гранич никому, да, вот эти все ювелиры, которые я знаю, как тебе лучше, они начинают отваливаться, потому что, может, только ты знаешь, как тебе лучше, только ты знаешь, как тебе лучше, да, поэтому это путь, понять, наконец-то, как лучше именно тебе, без советчиков, вот, без тех людей, которые знают эту жизнь, а ты не знаешь, и это момент сепарации, и момент принятия ответственности, короче, вот через вот эту систему у тебя очень круто получается интегрировать в жизнь, там, скиллы, навыки, и плюс ещё, знаете, как вот через, арканы можно посмотреть, как через условно-патилотную звезду на правильном-то пути или нет, у меня, кстати, ещё много раскладов на эти темы, вот, нужно всё искать по плейлистам, по поиску, потому что я вашим саморазвитием, да, уже занимаюсь больше трёх лет вашим саморазвитием, ну, своим, понятно, что тоже, вот, собственно, ну, как бы то, что я качнула в себе, я помогаю, как бы, качнуть и вас, и мне кажется, что это очень хороший вин-вин, взаимный обмен, и я, наверное, обладаю привилегией того, что у меня, как мне кажется, самая классная, самая крутая аудитория на YouTube, за которой реально охотятся многие тарологи, вот, и поэтому сильно меня не любят, потому что спрашивают, а как у меня так получается, а как у нас с вами вот так вот получается, что люди обращают на вас внимание, да, и не понимают, что с вами не так, а с вами всё так, вы просто разрешили себе любить себя больше, ценить себя больше, и, соответственно, те люди, которые находятся в вашем окружении, собственно, вы раньше прибеднялись, и они блистали за ваш счёт, и самоутверждались, им больше не интересно с вами, потому что они не прокачали свои травмы, нужно самоутверждаться, вы прокачали личные границы, вам это больше не интересно, понимаете, меняется жизнь, и это, безусловно, новый уровень, потому что это другая зарплата, это другой коллектив, это, наверное, даже другие отношения в семье, потому что вы чётко выстраиваете границы, вы понимаете, как с вами можно, как нет, вы знаете, как в любой ситуации оставаться спокойными, вы чётко отслеживаете, где есть внутренние выгоды, где их нет, где с вами искренне, где не очень. Вот сегодня мы с вами рефлексируем на тему любви, про любовную любовь. Мы, конечно, с вами про отношения, с одной стороны, а с другой стороны, давайте ещё про любовь к себе, то есть если вы сейчас не в отношениях, если вы ещё не нашли того самого, или только что недавно расстались с тем самым, или, например, вы были в отношениях, но в какой-то момент осознали, что вы бы нереализованный, решили разойтись, может быть, на время. Ну, в общем, какая-то такая история, давайте смотреть про отношения, будущее ваших отношений, соответственно, или, может быть, момент рефлексии, как мы на самом деле к себе относимся, потому что наше отношение с партнёром – это зеркало, наверное, нашего отношения к себе, правда? Окей, первый камень зелёный, второй в этот раз бирюза, синий, вот, и третий – розовый кварц. Зелёный, бирюза, розовый кварц. В инфобоксе время начало вашего видео. Так, зелёненький, ну что, я вас приветствую. Такой небольшой расклад, болталка была больше. Давно не работала на этой колоде, это Чиро Маркетси. Он её перерисовал, сколько помню, в общем, собрал самые яркие образы из своих колод, вот это запихнул всё сюда, немножко добавил чернильных историй, так, да, как-то облагородил, чтобы не так было ярко, скорее всего, может быть, по просьбе торологов, что яркая визуализация, да, отвлекает от процесса чтения. Да, короче, не знаю, может, маркетинговый охот, но, короче, вот эта колода, она не такая яркая, как остальные, да, вот обратите внимание, красивая его рисовка фирменная, вот. И она, мне даже, знаете, пахнет новой колодой, потому что она мне, честно говоря, не в ходу, я её так прям неактивно использую. В своё время использовала, но сны и марчетти я подарила. Потом ещё была какая-то его колода тоже, что-то я не зашла в мне. А эту я вот использую как в классике уэйта, потому что есть очень понятные значения. Давайте так, что вы вообще думаете про эти отношения? Что вы думаете про эти отношения? Сколько они вас устраивают? Как вы себя в них чувствуете буквально одной картой? Ну, знаете, вы бы хотели эти отношения точно развивать, потому что это восьмёрка жезлов, восьмёрка посохов, да, может быть, это отношения на расстоянии сейчас, которые требуют большого количества энергии, развития. Кажется ли вам, что они развиваются? Ну, я так понимаю, что вы сами прикладываете много усилий для того, чтобы эти отношения развивались, потому что они для вас условно по иерофанту, да, то есть это те отношения, которые могут привести к какой-то серьёзной истории, к замужеству, к рождению детей, к заключению союза, да, может быть, вы с этим человеком хотите буквально, не знаю, какую-нибудь визу невесты оформить и уехать, к примеру. Короче, вы знаете отношения, делаете ставку, да, по восьмёрке, по восьмёрке жезлов. Опять же, это могут быть отношения на расстоянии, потому что всё-таки жезлы, вот он про воздух. Хорошо. А что партнёр-то вообще про эти отношения думает? Что партнёр думает про эти отношения? Кстати, это, кстати, командировочный там роман какой-нибудь может быть, но вы считаете, что он может чему-то привести по Ирофанту, да. То есть мы пытаемся подкреплять эти отношения чем-то важным, да. Что партнёр-то думает? Для партнёра, кстати, эти отношения тоже, посмотрите, важны. То есть вот у вас бонусом, да, второй карты выпадала карта Ирофанта, и собственного партнёра тоже выпадает карта Ирофанта. Мы сейчас не смотрим, кто там замужем и, может быть, отношения с женатым сейчас у меня скажут. Нет, то есть мы смотрим именно отношения к вашим отношениям. Только вы сейчас здесь есть без всяких третьих лиц. Вот, поэтому здесь тоже ему кажется, что всё по правилам. Может быть, вы там, знаете, должны быть обвенчаны на небесах, там, или ещё что-то, там, друг друга подсветили. Но вот Ирофан, да, то есть вот правильные отношения, да, такие вот, где состоялся уже выбор, да, выбор состоялся. Что сейчас у вас общего? Давайте так, что сейчас общего? У вас сейчас общего, я так понимаю, по королю посохов, он же король жезлов, это амбиции, потому что здесь у нас всё же энергии такие. Хотим сказать, может, у вас общий любовник? Ладно, я жчу, конечно. Ну, понимаете, это может быть, во-первых, страсть, которая вас объединяет, потому что король жезлов, он такой достаточно страстный персонаж, но мы же помним, что я, как правило, если вижу карты двора, всё время дополняю, да, такой амбициозный товарищ, я так понимаю, что, может быть, вы оба хотите социальный лифт или связи, или какие-то амбиции, да, что ещё у нас? По королю посохов, король посохов, да, посохов и шестёрка монет. Вы оба очень целеустремлённые личности, вот это вас объединяет, это вас объединяет. Вы оба про амбиции, вы оба хотите карьеры, вы оба хотите занимать какие-то ведущие, там, не знаю, карьерные, там, короче, должности, можно так, наверное, сказать, да, скорее всего, про лидерство определённое, потому что вы эти отношения поддерживаете. Он, я так понимаю, тоже поддерживает эти отношения. То есть вот, ну, а вы больше вкладываете усилий всё-таки, может быть, потому что это ещё на расстоянии, или, короче, как-то это связано с вот каким-то движением, при этом движением навстречу, а вот он такой просто вот в своей, такой, знаешь, ипостаси просто, и Рафанта, папочки мудрого, да, достаточно. Он, кстати, ещё наставником, кстати, может быть, и действительно может, знаешь, наставлять эти отношения, быть там, ой, как это сказать, знаешь, это звездой, которая по умолчанию, да, звездой, которая по умолчанию, только в отношениях. Как я тебе сказал, так и будет. Окей. Слабая сторона этих отношений. Давай смотреть. Слабая сторона этих отношений. Слабая сторона этих отношений. О чём? Да вы оба просто лидеры, и я-то понимаю, что оба, у каждого своё мнение по пятёрке. Сколько огня в этих отношениях всё же, сколько здесь энергии, сколько здесь всё-таки направленной энергии, это очень круто, потому что, видимо, есть какая-то совместная цель, которая вас двигает. Вот, но ощущение, что ваши цели могут расходиться, да. Опять же, пятёрка жезлов, да, состояние конфликта. Может быть, вы много спорите, потому что оба огненные, да, или у вас вот такое введение, у него там совсем другое. Да, вы торопитесь, а он такой, типа, подожди, я всё знаю, как оно будет, что ты там торопишь коней. Сейчас я ещё одну карту вытащу, чтобы мы понимали, что же у нас там в отношениях по факту происходит. Почему у нас раз согласование и в чём, собственно, слабая часть этого союза? А тут это две шальные императрицы, да, столкнулись? Как это женское противостояние, конкуренция? Или всё-таки здесь мамы вмешиваются? Почему здесь у нас императрица это не принятое? Потому что вы тоже хотите быть этой главной звездой? Или в чём вопросы? Смотрите здесь ещё, что может быть? Что вы ребёнка хотите, да, от этого человека, а он что не хочет? Сейчас посмотрю, почему у нас слабое место императрица. Да, то есть вы хотите, скорее всего, чтобы он уже просто обозначил, да, соответственно, себя в той роли, в которой, как бы, вы хотите быть уже женой, быть матерью, возможно, да, то есть я хочу переход на новый уровень наших отношений. А почему с его стороны тогда это слабое место, какая-то конфликтная история. А он, знаете ли, не может выйти из замкнутого круга, потому что это двойка монет, двойка пентаклей, и он всё никак не может, скорее всего, где-то встать на ноги, да. Ему как-то сейчас, я так понимаю, что сильно недочувств, потому что он решает какие-то свои вопросы. Ну, давайте так, до открытого проявления чувств. Ну, ладно. Сильная сторона этих отношений, сильная сторона. Ну, и вы, скорее всего, здесь, да, потому что вкладывать много усилий, немножко подзадолбались, да, и он такой, ну, у него всё идёт своим чередом. Вы как будто оба качаете эти отношения, знаете, оба вкладываете энергию. Хорошо, сильная сторона отношений, но это правда про семью, это действительно про хороший классический союз, может быть, это про то, что этот мужчина подсвечен во продовой системе, как знать, да. Туз Пентакли. Есть ценность в этих отношениях для обоих вообще партнёров, и это классно. То есть, вы семья, да, может быть, семья пока не проявлена на физике, но вот на каком-то ментальном уровне семья. И вам понимаете ощущение, что двум партнёрам эта семья важна, да, двум партнёрам семья важна. Во-первых, это материальное благосостояние, оно важно вам, обоим, поэтому вы будете к этому стремиться, к определённой зоне комфорта. У вас как будто очень похожий вектор в отношении денег развития амбиций. Вот, и для обоих, обеих, ну, в общем, для двух партнёров обеих, обоих очень важно, очень это всё важно. Спасибо. Хорошо. Будущее этих отношений. Будущее этих отношений. Я же понимаю, что вы же хотите тут на новый уровень того же, чтобы он уже там определился, будущее отношений. Ну, смотрите, здесь вот как бы такая история, что явно вот всё было бы хорошо, если кто-то не боялся переходить на следующий уровень. Мы сейчас посмотрим рыцаря мечей, потому что мы страножим и вестник у нас какой-то, да, что-то будет резко, да, что-то случится, что-то резко произойдёт. Как положительно может произойти, так и отрицательно, да. так, что-то дьявол вмешивается, что-то дьявол. Или, может быть, выход смотреть из энергии дьявола, сейчас посмотрим. Дьяволь-то ничего плохого нет. Ну, может быть, в этой колодецке. Так, развитие здесь. Ну, смотрите, короче, здесь могут быть, может быть развитие этих отношений, но явно вы хотите больше, чем есть сейчас. Партнёр это дать не может, и получается, что вам придётся, ну, условно, как-то вот понять, что его возможности, там, желания, там, не знаю, что сейчас есть, да, оно как бы не совпадает с вашими, там, большими, достаточно желаниями, амбициозными, там, хотелками, да, то есть он, конечно, над этим работает, безусловно. И отношения, конечно, здесь могут быть, но придётся выйти из иллюзии, да, придётся выйти из иллюзии. А у иллюзии, вот сейчас, как бы, всё радостно, а там бытовуха, понимаете, начинается. Потому что у вас иллюзия, что вот мы вместе, так всё красиво, там, семья, дети, радостно, да. Тут, наверное, нюансы в том, что вы можете разочароваться в тех возможностях, которые, по сути, есть у вашего партнёра, потому что вам нужно сильно больше, понимаете. Вам нужно сильно больше. А там, в связи с бытовухой, могут начаться такие, как бы, что и страсть угасает, ну, то есть вот, потому что здесь энергетические люди разные, да. Потому что в планы здесь, конечно, правда, всего много-много-много, но вот реальность, она такая, что ваша скорость, ваша прокаченность, ваши амбиции, ваше отношение к жизни, она сейчас питает все эти отношения. А партнёр такой вот, знаете, в каких-то, не знаю, поисках себя, по большей части. Вот. И сказать, что вам понятны его истинные намерения. Вот вроде оба огненные, а вот он как-то немножко этот огонь притушил, и если он ещё его притушит, то, конечно, вы будете немножко в этом всём разочаровываться, то есть вы пока поддерживаете вот этот огонь, он на самом деле горит на вашей силе. Вот такая вот у нас история. Так, ну что, двоечки, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Посмотрим вашу любовь. Ответим на несколько вопросов и расставим все точки над «и». Я думаю, что мы не будем там затрагивать третьих лид, чтобы они нас не запутали восприятия самой ситуации, всё касается лично вас. Что вы думаете про эти отношения? Что вы думаете про эти отношения? Одной картой, буквально, чтобы вы понимали, ваше или не ваше. Что вы думаете про эти отношения? Да, ощущение, что вы хотите закрыться, да, уже, потому что понимаете, что эти ощущения, господи, отношения, как будто вот они прям на ладан дышат, вот, потому что они не развиваются. Они либо не развиваются по причине страхов по «девятке мечей», потому что бывает, что это просто наши ментальные всякие проекции, вот, но, короче, вот, собственно, у вас эти отношения реально уже начинают кошмарить, и они перестали давать вам энергию, да, условно. Сейчас я ещё «девятка мечей» посмотрю, бонусом. Почему «девятка мечей»? Ну, всё, потому что либо хочется в новое что-то, да, какое-то обнуление, либо какую-то свежую энергию внести в эти отношения. Вот, потому что вообще хочется любви, а вы её что-то сильно не получаете. Любовь тактично, «тактивно не получаете», да, сейчас посмотрю. А что там партнёр-то думает относительно ваших отношений? Что партнёр думает относительно ваших отношений? Така у него нормально всё. У него вообще всё замечательно. Он считает, что они прекрасные, что они ресурсные, да, посмотрите. Вы в «девятках мечей», да, а он «девятки монет», «девятки пентакли». Там всё же хорошо. И он вот видит вас очень такой реализованной, очень, ну, несколько закрытой, да, именно по этой карте, да, такая, тут интересная «девятка пентакли». А в классике Уэйта там же это женщина, которая состоятельная достаточно. Вот. Но при этом это «девятки». «Девятки» почти как, знаете, как накопленные ресурсы. То есть уже в «десятках» ты видишь. То есть вот твоя «девятка» — это всё. Это вот тебе кажется, что отношения развалены, понимаете? А ему кажется, что у вас семья, условно. Ну, то есть не совсем семья, но... А его всё устраивает по «девятке». Вот он всё, что от мира хотел, он получил. Вот. А вы не получаете. И смотрите, как получается у нас канал, короче, перетекает туда. Может быть, вы правда грохнули свой канал там через «ментал», да, свой этот материальный, например, там, да, или там силы у меня как бы уже больше нет. Вот. А у него всё хорошо. А он, получается, знаешь, как вот забирает, получается, твою вот эту вот удачу, энергию, ещё что-то. Вот. Ну, при этом считаешь, что, да, правильно, там, на дне колода иерафант. Типа, ему нужнее, да, сейчас? Хорошо. Что сейчас общего между вами? Что сейчас общего между вами? Интересно, Парша Жезлов. Ну, давайте так, по пажу это, во-первых, ну, тоже может быть расстояние какое-то, да. А что ещё по пажу? То есть вы какие-то оба несерьёзные, кстати, да, какая-то прям новая энергия, может быть, интерес, может быть, вас интересует то же самое, что интересует вашего партнёра по пажу посохов. Как будто вы оба эти отношения что серьёзно не воспринимаете, да. Ну, то есть это какие-то тёплые встречи, да. Общий интерес, может, вы там в одинаковые какие-нибудь там игры там играют, серолевые, компьютерные, ещё что-то. Какие-то фильмы одинаковые обсуждаете. Такое вот. Паш посохов, дьявол. как будто я так понимаю, что оба сильно в эти отношения не верят, да. Давайте смотреть слабая сторона этих отношений. Потому что оба дети, да. Такая детская карта, короче, между вами. Вот. Ну, а ещё могу почитать для малого круга лиц, да, что у вас ребёнок общий может быть. Ну, такая-то часто читается, и не стала же говорить там, желанием ребёнка, да. Хорошо. Знаете, что смотрим? В слабую сторону, да. Так она сама вообще выпала. Так вы вот как будто сами не знаете, что. То есть есть какая-то червоточина в этих отношениях для Верховной Жрица. Очень много недоговорённости, очень, наверное, есть некий нюанс неопределённости, да. Что-то много скрытого, много тайн. Верховная Жрица, Король Монет. То есть как будто мужчина здесь не определяет дальнейшее развитие отношений, да. Вот. Или, например, он может скрывать, что у него ещё какие-то отношения там есть. Или действительно, если эта ситуация связана с тем, что вы ждёте, чтобы он там ушёл, к примеру, из семьи, новой там, ещё чего-то. Ну вот. Или наоборот, там старый клан, не знаю. То есть непонятная ситуация определиться, короче, он или нет. Конечно, слабая сторона. А сильная сторона ваших отношений? Сильная сторона ваших отношений о чём? Ну, наверное, о том, что вы оба умеете ждать, да, по умеренности. Оба умеете ждать. Что умеете ждать-то? Ну, что это достаточно давний союз? Да, вот как-то, знаете, в запертии. Оба умеете ждать. Да, в отсутствии ресурсов, там, каких-то невозможностей, в какой-то нереализации, вы типа, оба умеете ждать. Вот это как раз, да, скорее всего, сильная сторона, потому что вы тут оба ждёте, да. Он тут скучает по четвёрке чаш, вы тут по пятёрке чаш. Грустненько обоим, да. Хорошо. Будущее есть у этих отношений? Будущее есть у этих отношений? Кто-то, видимо, будет пытаться вмешиваться, давайте, отношения по семёрке мечей. Какой-то нож в спину, да, относительно чего будущее этих отношений? Так оно должно быть вообще, да, как вот по страшному суду, так оно должно быть, что-то должно случиться, что в корне должно поменять эти отношения, да, через какую-то боль, возможно, через какое-то предательство. Сейчас посмотрю, относительно чего резко, да, какая-то ситуация может произойти. Но это, знаете, это нужно по высшим силам, вот как будто люди прям вмешиваются, какие-то третьи лица в ваши отношения, да, там какой-то разрыв правда может быть. Здесь вот собственно карта страшного суда, которая говорит, что он может все прям поменять. И вот собственно что меняется после карты страшного суда? Так самое интересное, что у вас тогда будущее поменяется. Вот вам нужно пережить какое-то неприятное предательство, вот, а потом появляется будущее в ваших отношениях. Оно, конечно, подвешенное уже, ну, сейчас с точки зрения высшей сил, потому что там ключи, конечно, есть. Там ключи, конечно, есть. И там действительно мужчина на выборе. Ну, он достаточно долго будет на выборе, потому что слишком много проблем необходимо решить, он сам в этом всем повешенном относится, но он очень, конечно, хочет отношений, потому что, знаете, он чего хочет, покоя. Да, он хочет покоя, он хочет вот прям действительно любви, там, и семьи, он, правда, этого хочет, но есть проблема, которую вот он пока не может решить. И все равно две женщины у него здесь, две женщины. Бедный мужик, да? потому что обе, видимо, его любят, да, вот это все. А он в этой любви типа купается. Ясно, короче, здесь ему прям необходимо, вероятно, поиграть в то, что он весь такой классный, востребованный, вот, поэтому это все будет долго для него, да? То есть ему действительно придется выбирать. Выберет ли он вас? Ну, тут, наверное, ощущение, что он просто мечтает, да? А там, скорее всего, есть что-то более прозаичное, да? Есть что-то более прозаичное и понятное. Для вас будущее этих отношений мне интересно. Но оно есть, кстати, смотрите, восьмерка жезлов, тройка пентаклей, оно есть. Но оно, знаете, как будто прям не выливается в какую-то конкретику, в какую-то структуру, а для него по справедливости это ему придется выбирать, да? И все маски будут сняты. И вы просто, видимо, пойдете в разнос, да, в энергии королевы мечей. И просто, видимо, поставите его перед фактом, и он тогда перестанет расслаблять свои булки как император и скажет, а что ты, что ты, все же было так хорошо, что ты типа начинаешь, да? Все, и все у чувака десятка мечей. И он прям вот не понимает и не знает, что делать со своей любовью, да? Вот. И он такой, конечно, на время отстранится, потому что он будет выбирать себя. А там уже, пусть он сам, короче, решает, что он выберет, но вам, скорее всего, нужно через какое-то время прям энергию королевы мечей прям проявить. Вот. Может быть, еще придется где-то даже побороться за свою любовь, если там, опять же, про любовь, да? Не быть вот этой мягкой булочкой, а просто все это рубануть и расставить себе точкой над идлей для себя, для партнера тоже. Ну что, троечка, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Вот. Давайте, что для вас эти отношения, третий вариант, что для вас эти отношения. Ну, вы их обнулили, или все-таки момент обнуления все-таки, или что-то новое, или какая-то новая энергия, новая кровь. Там очень много детских энергий, там еще карта солнца. Прям смотрю какими-то влюбленными глазами, да, туда. Но при этом по шуту. Что-то очень легко вы все воспринимаете. Хорошо, а для партнера эти отношения о чем? А для него по дьяволу, да, для вас по шуту что-то, а он прям влитый, у него какая-то прям привязка, у него, скорее всего, какая-то страсть, у него какая-то зависимость, может он отыгрывает какие-то травмы там свои. Сейчас немножко посмотрю это в дьявол, вот на вас выпадает этот дьявол, эти отношения для него прям по дьяволу. Может иллюзия, может еще, о чем здесь дьявол? Дьявол, ой, слушайте, вы, видимо, как это, ворвались в жизнь мужика и сломали его к хренам просто, просто его к хренам сломали, потому что у него дьявол, да, и, собственно, и шестерка мечей, у него начинается путь трансформации, путь трансформации, короче, а он его вообще сильно не хочет, говорит, да на, ну его нафиг. И, может быть, он, конечно, даже в какой-то момент захочет слиться, а вы такая тут, да, пришла такая, похохотала, короче, все, мужика башней трансформации его накрыло, и накрыло прям его тут абсолютно взаимодействие с вами, хотя вы просто по шуту там проявились, несерьезно все это было абсолютно, ну, потому что вы сделали очень крутую и правильную вещь, то есть, да, если бы вы проявились по шуту просто как добрая девочка, и, значит, я хочу о тебе заботиться, и все такое, да, дьяволу бы не случилось, а вы сделали по-хитрому, вы, получается, значит, ему тут как бы этот юбочку подняли, там энергию показали, а потом раз такая, короче, забрала и пошла такая, да, припрыжка, девочка, девочка, а у него все когнитивный диссонанс, то есть, вы же ему этот канал это перекрыли, он же не может его вот это вот качать и потреблять от вас, давайте, по дьяволу может качать и потреблять от вас канал, посмотрите, как вы ему прям перекрыли и все, молодцы, люблю такую, так, и все, он подсел, короче, да, такой прям на энергетику, он такой подсаженный у нас, что сейчас у вас общего, что сейчас у вас общего, ну вот какой-то мур-мур-мур, да, такое ощущение, что вот общего, это как раз его, наверное, любовь, и может быть, его там, больше он, смотри, такое ощущение, что вовлечен в это все, да, чего у вас общего, может он просто ваш любовник или хочет быть вашим любовником, а, ну чего у вас, короче, чего общего, смотри, эмоциональный настрой может быть похож, какие-то, знаешь, планы, которые совместно не сбылись, рефлексия, залипоны какие-то, знаешь, там, может быть, что-то вы какие-то классные сериалы смотрите, или у вас какие-то трипы интересные, психологические, не только, может и про эзотерику, там, всему такое что-то, вот, ну, при этом, что, душевный какой-то диалог между вами, да, вот знаете, вам зачем нужно, чтобы императрица-то раскрыть эту, вы у него сейчас, видимо, императора прям качаете, что он себя каким-то супер там, либо любовником чувствует, либо прям, вот, то есть вы ему это показали, да, и, значит, ушли, а он решил, что это связано теперь только с вами, такой подвлюбленный, короче, вау, какая интересная женщина, я снова так хочу, короче, да, лепозу, да, как драгдилер вообще, драгдилер, как вы понимаете, на свое не подсаживается, потому что, такой дурак, а это, значит, уже подсел, слабая сторона, отношений ваших, слабая сторона, деньги, деньги, тело, ценность, о чем здесь туз монет, слабая сторона, не хватает вам денег, или что, жажда, может быть, что эти, не могу понять, почему слабо это, тут, наверное, с ушей у всех по-разному, потому что разные цели, да, слабая сторона этих отношений, что здесь какой-то, как будто фиксированный финансовый канал, и он как будто выше не растет, мы что, получается, это, где-то зафиксировали вот эту точку, и дальше не даем расти, где-то блокируем энергию, да, здесь, идет блокировка энергии с этим персонажем у тебя, рыцарь монет, суд, семерка, ой, смотри, здесь какая интересная история, ты, конечно, можешь вот сюда пойти, но тебя ожидает что-то лучшее, вот это как потолок, который ты сама для себя определяешь, но тебя ожидает что-то лучшее, по страшному суду, уже все тут как-то мы созрели на более какой-то высокий уровень, знаешь, ты как проверка получается, и все, ты как проверка на 15 канал мужчин, потому что если они щедры с тобой, им там прям прибывает, не представляешь сколько, если они жадны по отношению к тебе, то ты тоже можешь прям грохнуть их финансовый канал, а не знаешь как, они понимают, что они тебя могут много получить, и вот такие прям жадные к тебе притягиваются, а если ты будешь прям вовремя это закрывать, то вон тебе последний от вас, чтобы это получить, понимаешь, да это все в индивидуальной работе решается, это в общей раскладе, может быть, непонятно, просто понятно, что происходит, все еще про энергии, пока так, да, делюсь за кулиси, сильная сторона этих отношений, сильная сторона этих отношений, знаешь, если никто друг за друга не держится, да, по шестеркам мячей, да, и, собственно, пятерка пятерка жезлов, ну, слушай, наверное, сильная сторона этих отношений в том, что эти отношения реально по высшим силам, и это правда про то, что ты приходишь при жизни этого человека для мощных изменений, да, но он тебе тоже дает инсайды, потому что, может, тебе обнуление приносит, да, правильно понимаю, а тебе тогда зачем отношения с этим персонажем, пятерка чаш, а, теперь, значит, выйти из состояния нищебродства, да, увидеть, на что ты сама способна, вот, перестать себя жалеть, перестать прибедняться, потому что тебе прям показывают, да, ему как бы показывают, что если он жаден, у него все схлопывается, а тебе показывают, что, значит, если ты ресурсы даешь чуваку, который просто того, как бы не стоит, ну, энергетически, да, то есть ты сама себя плохо, неуверенно чувствуешь, понимаешь, так, окей, будущее этих отношений, давай посмотрим, будущее этих отношений, потому что они явно по высшим силам, на проработку 15-го арка, как-то сильно будущего нет, потому что на проработку посмотреть, да, наших иллюзий относительно себя, то есть на рефлексию, да, исключительно, на рефлексию, на покопаться в себе, там, что мне не ценят, или что со мной не так, да, и когда ты выходишь из вот этого самокопания, это о чем, тебе прям нужно выйти, вот это состояние самокопания, и что там будет-то, шестерка чаш, и все, короче, у тебя все пошло, все поперло, все поехало, поперло, пошло, поехало, пошла в состояние заботы о себе, о чем я хочу на самом деле, посидела, значит, в отшельнике, все, и, собственно, поработала над своими ожиданиями, да, поработала над своими ожиданиями, вот, пожалуйста, у тебя, у тебя ценность, у тебя вполне возможно, кстати, смена дома, может быть, смена окружения, кстати, может быть, и все, и он такой, знаешь, начнет к тебе разворачиваться, и сразу, вот, как только у тебя все пойдет вверх, через какое-то время он опять начнет проявляться, и маг, и сила здесь, и опять семерка Пентакли, потому что он тоже хочет питаться, условно, плодами твоего дерева, а ты такая по королеве, ну, по королеве мечей, да, либо ты просишь, да, равноценный взнос, либо, значит, мы идем лесом, просто защищаем себя, защищаем свои границы, защищаем свою территорию, ценность, вот такая позиция была по третьему варианту, вообще очень плодотворная история, чтобы выйти из своей вот этой пятерки Пентакли. Все, жду от вас обратную связь, а с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok